итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 14 ноября и давайте посмотрим на рынок форекс и на политические события которые произошли вчера видим что два важных момента прежде всего это был бюджет италии и второй момент это соглашение по brexit что касается бюджета италии то вчера правительство италии уведомила еврокомиссию о том что они отказываются выполнять свои бюджетные планы и будут нарушать правила евросоюза что является такой кардинальной мерой на которую как опасались многие эксперты власти италии все-таки пойдут чтобы защитить свои обязанности на выборах которые были озвучены новым правительством как и предполагалось увеличение дефицита бюджета в следующем годе будет размере 2 и 4 от ввп и будет он направлен на финансирование дорогостоящих мер которые перед выбором обещали принять две партии итальянских что касается более интересной информации и что в принципе поддержала европейскую валюту на графике это то что в текущем письме были предложены такие меры как продажи в следующем году гос раз государственных активов стоимостью в один процент ввп что позволит снизить задолженность напомню что ожидается что продажи в италии 2021 году этих активов позволит сократить долг до 126 процентов от ввп с 131 процент что касается brexit то также тут хорошие новости видим что британский фунт серьезно укрепил свои позиции и новости заключается в том что представители переговорщики великобритании и с разработали предварительный проект соглашения по brexit и теперь он будет передан терезе мэй которая соответственно будет его стараться продвинуть в кабинете министров и затем утвердить законодателями конкретно весь вопрос был в ирландской границе и видим что по нему определенные решения приняты что позволяет двигаться дальше поэтому появилась такая надежда на то что все-таки основное соглашение по brexit будет заключено что и поддерживает дальше британский фунт что касается текущей краткосрочной технической картины то видим был уровень сопротивления в диапазоне 13 20 его отработали и сейчас он переместился на уровень 13 06 думаю что прорыв закреплением в первой половине дня позволит рассчитывать на бол на более крупная восходящая тенденцию с обновлением уже максимума 13 57 здесь можно продавать евро на отскок в случае снижения есть 30 и 50 дневные средние скользящие и уровень 1267 откуда можно открывать длинные позиции по евро сразу на отскок в случае хороших фундаментальных новостей и новостей по brexit я думаю что поддержка евро будет дальше оказываться что приведет к формированию более крупно восходящий картина однако не стоит забывать что у нас торговлю ведется в нисходящем канале и неудачное закрепление выше 13 06 видим с отскоком от верхней границы нисходящего канала может привести более крупному снижению диапазон 12 60 12 67 если здесь по какой-то причине быстрого роста евро не происходит вполне вероятно что медведи постараются быстро протолкнуть торговый инструмент уже в район 12 26 12 25 здесь можно открывать длинные позиции сразу на отскок из фундаментальных данных необходимо обратить внимание на индекс их на индекс потребительских цен франции и испании выступит у нас представители европейского центрального банка а также будет в первой половине дня опубликован индекс потребительских цен германии который может оказать хорошую поддержку британского фунта необходимо обратить внимание и на индекс розничных цен на закупочных цен и индекс цен на жилье ближе к обеду выйдет у нас отчет по изменению объема ввп еврозоны который также может повлиять на европейскую валюту Основное внимание, конечно, будет приковано к индексу потребительских цен США, на его годовой показатель, где рост может составить 2,5%, что выходит за целевые рамки Федеральной резервной системы. Что касается технических картинок по британскому фунту, видим, как хорошо вчера отработали уровень сопротивления в диапазоне 13.35-13.40, от него была распродажа, но сейчас образовался уровень 13.10, закрепление на нем с прорывом верхней границы нисходящего канала будет хорошим сигналом к покупкам, и я ожидаю обновления таких максимумов, как промежуточные уровни 13.65 с выходом на 31.00, 31.05. Здесь рекомендую фиксировать прибыль по фунту и открывать короткие позиции сразу на сколько. Если нас не пускают выше диапазон 31.100, то формирование ложного пробоя может привести к нисходящей коррекции. Прежде всего, это крупный диапазон поддержки 29.40-29.50. Здесь можно смотреть покупки британского фунта при формировании ложного пробоя, либо в ином случае, если все-таки нисходящая тенденция переломлена будет, вдруг начнутся какие-то заминки с Brexit, то фунт может быстро вернуться на 28.75-28.8. Здесь можно открывать длинные позиции сразу на отскок. Всем удачи!